Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Если вам сейчас нехорошо, если вы чувствуете себя плохо после небольшой просадки биткоина всего на 4%, то вам определенно нужно пересмотреть свою биткоин-стратегию. Сегодняшнее видео я хотел посвятить причинам этого дампа, но скажу честно, за столько лет в криптовалюте я даже дампом это не могу назвать. Поэтому сегодня я расскажу вам совсем другую историю. Историю о том, как нас всех водят за нос, чтобы лишить нас наших кровных биткоинов. Определенно, биткоин когда-то стал предметом обсуждения возможности его контроля, и я уверен, в первую очередь, чтобы суметь контролировать биткоин, нужно накопить его как можно больше в одних руках. Именно этим занимаются крупные финансовые институты прямо сейчас. И именно это я сегодня собираюсь вам доказать. Ну а помогать ли им в этом, это только ваш выбор. Если вы будете держать биткоин до конца, поставьте, пожалуйста, лайк. Давайте посмотрим, сколько среди нас отчаянных холдеров. Я бы опрос создал, но биткоин убрал эту функцию. Начнем с беглого обзора графика биткоина. Во-первых, сегодня суббота, а это выходные. Мы знаем, что на выходных обычно движение биткоина воспринимать серьезно не стоит. Во-вторых, этот в кавычках дамп происходил на очень небольших объемах. Это тоже указывает нам на то, что это движение не стоит рассматривать очень уж серьезно. Вот если бы сегодня был, например, понедельник, а объемы были бы повышенные, и происходило бы движение вниз, тогда стоило бы задуматься. Так что для меня очевидно лишь то, что это падение всего лишь результат фиксации прибыли. В этом есть смысл, ведь последнее время биткоин демонстрировал уверенный и поражающий рост. Вы просто подумайте, последние две недели биткоин торгуется на таких уровнях, на которых за все свое существование он торговался только 28 дней. Поэтому ничего удивительного, что люди фиксируют прибыли. Но есть в этом одна большая тайна. Тайна, которую многие люди даже не знают. Пока люди фиксируются, кое-кто, наоборот, накапливает за их счет. Фактически происходит перетекание биткоинов из рук розницы в рук больших финансовых институтов. Что такое биткоин грейскейл траст? Кое-кто из вас наверняка слышал это название, если смотрит мои видео. Грейскейл траст это крупнейший биткоин траст из всех существующих. Сейчас он накопил более полумиллиона биткоинов. Это просто невероятная цифра, учитывая, что сейчас в циркуляции находится 18,5 миллионов биткоинов. А значит грейскейл контролирует почти 3% из этой циркуляции. При этом только за одну неделю сентября они купили более 17 тысяч биткоинов. Кастодиальные услуги для грейскейл биткоин траст предоставляет Coinbase. Как работает этот траст? Они предлагают своим клиентам купить у них акцию, которая стоит 0,00095262 биткоина. Короче, очень мало. Если мы умножим количество акций, а это 531 миллион 616 тысяч 100 акций на стоимость одной акции в биткоинах, то мы увидим, что грейскейл владеет невероятным количеством биткоинов. 506 тысяч 428 биткоинов. Если вы знаете, что такое биткоин грейскейл траст, то наверняка вы знаете о том, что такое GBTC премиум. Так почему же, спрашивается, институциональные инвесторы, крупнейшие игроки платят вплоть до 140% больше за биткоин, чем на обычном рынке? Что ж, все очень просто. Обычно крупные финансовые фигуры представляют собой поколение бумеров, которым проще не разбираться в этих ваших биткоинах, а купить услуги по его приобретению и хранению, например, у биткоин траста. Не нужно верить мне на слово, посмотрите на график, посмотрите. GBTC премиум в 2017 году достигал 145%. То есть, чтобы купить акцию грейскейл биткоин траста, а значит получить биткоины, приходилось платить на 145% больше. Просто безумие. Теперь скажите мне, что институциональные инвесторы не заинтересованы в биткоине. И еще скажите мне, что вне биржевые сделки намного дешевле биржевых. Как вы видите, иногда OTC сделки, как например GBTC премиум, намного дороже обычных биржевых. Давайте посмотрим, что происходит сейчас. Мы видим, что GBTC премиум немного растет и сейчас он составляет около 15%. То есть, если вы сейчас придете в грейскейл биткоин траст и купите с их помощью биткоины, вы заплатите на 15% больше, чем на обычном рынке. И это более 19 тысяч долларов. Практически исторический пик биткоина. Безумие. Так почему же так происходит, что даже с такой наценкой биткоин пользуется таким спросом среди финансовых институтов? Таким спросом, что грейскейл умудрился накопить полмиллиона биткоинов? Ответ очень прост. Все они хотят биткоин. Институциональная фома в самом разгаре. Посмотрите на этот график. Это график цены биткоина, на котором отображены какие-то пузырики. Каждый пузырек это время и курс, по которому накапливались кошельки разного размера. Чем больше пузырь, тем больше накоплено было биткоинов. В данном случае это кошельки финансовых институтов с балансами от 10 тысяч биткоинов. Как мы видим, каждая фаза накопления во время последних массивных движений биткоина сопровождалась большой аккумуляцией биткоинов крупными финансовыми учреждениями. То же самое сейчас происходит и на этой просадке, прямо сейчас, на цене в 15 тысяч 900 долларов. Это означает только одно. Они просто отбирают ваши биткоины. Если вы продавали на этой просадке, испугавшись или еще по какой-то причине, вы не продали свои биткоины, вы их отдали добровольно. Этот график показывает, что за недавним ралли биткоина прячется именно институциональная фома. И мы уже не раз говорили о том, что такого фома пока что не наблюдается среди розницы. Если что, фома это синдром упущенной выгоды. Это свидетельствует о том, что следующий бычий рынок может оказаться сильнее, чем в 2017 году. Данные показывают, что финансовые учреждения накапливают биткоины в больших количествах в диапазоне от 12 тысяч до 15 тысяч долларов. И по мнению аналитиков, вейлмэп это положительная тенденция, поскольку обычно финансовые организации накапливают активы на долгосрочную перспективу. То, что именно крупные игроки, а не розничные, накапливают биткоины, также подтверждается интересом к биткоину со стороны розницы. Например, такой показатель, как популярность поискового запроса биткоин в гугл-трендах, показывает рекордно низкий спрос на биткоин среди розничных инвесторов, несмотря на недавний параболический рост главной криптовалюты. Исходя из этого, аналитик вейлмэп заключает, что этот бычий рынок будет более стабильным и сильным, чем в 2017 году. Данные компании Sentiment, которая занимается анализом рынка, также показывают, что объем торгов биткоина составляет около 31 миллиарда долларов, что намного выше, чем в январе 2018-го. В то время цена биткоина тоже находилась около 16 тысяч долларов. Давайте еще раз взглянем на этот график. Именно здесь, в пределах красного овала, большинство биткоинов были накоплены крупными фин-учреждениями. Поэтому я говорю вам, не давайте этим прыжкам биткоина во все стороны отрекаться от своих кровных монет в пользу крупных игроков, которые только этого и ждут. И, наконец, я хочу показать вам этот график, показывающий открытый интерес на биткоин фьючерсы. Иными словами, это сумма открытых позиций в лонг или шорт на биткоин фьючерсы. Мы видим, что множество людей ставят на биткоин, причем сразу в обе стороны, и на понижение, и на повышение. Это означает, что нас будут ожидать в ближайшее время такие же волатильные движения вверх-вниз, на которых нас точно попробуют заставить расстаться с нашими биткоинами. Поэтому я ожидаю высокой волатильности в ближайшее время. Но я напомню вам, ради чего мы здесь. Мне даже говорить ничего не нужно, я вам это покажу. Это видео визуализирует количество денег, которые напечатала ФРС США за этот год для спасения американской экономики. Смотря его, помните, что другие страны все это время тоже печатают деньги, включая и наши страны. И печатают тоже в достаточно внушительных количествах. ФРС США за этот год для спасения американской экономики. ФРС США за этот год для спасения американской экономики. ФРС США за этот год для спасения американской экономики. Именно от этого нас спасает биткоин. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. А также подписывайтесь на канал, телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok